Торжественная церемония закрытия Бейнале стала одновременно и подведением ее итогов и открытием выставки готовых работ скульпторов. Камни для будущих изваяний были доставлены из Усть-Жигутинского района. На протяжении месяца скульпторы придавали им очертания замысловатых фигур. Вдохновение авторы черпали из различных легенд, народных сказаний, культур разных этносов. Я очень благодарен всем участникам, которые откликнулись на наше предложение и приняли участие. Я с своей стороны хочу пообещать, что данные мероприятия у нас в городе будут проводиться. Пообещаю участникам Бейнале, что в ближайшее время мы благоустроим эту аллею. На закрытии выставки собрались сотни жителей Черкеска. Вице-премьер Карачаева Черкесии Муратозов выразил уверенность, что это культурное событие станет не последним подарком мэрии для жителей Черкеска. Буквально недавно на день города мы проходили по этой аллее. Здесь были вот такие глыбы каменные, в которых было непонятно, что произойдет, что наши скульпторы сотворят. Ну и самое главное, самое прекрасное, что вот здесь очень много детишек, которые смогли воочию наблюдать за работой. Может, кто-то из них в будущем тоже станет скульптором. Организатором выставки от лица всех ее участников поблагодарил скульптор из Дагестана Далгат Далгатов. Мастер выразил надежду, что еще не раз вместе со своими коллегами побывает в нашей республике и примет участие в благоустройстве Карачаева Черкесской столицы. Я надеюсь, что эту идею будет продолжать. И мы, соответственно, приложим максимум усилий, чтобы создавать все лучшее и лучшее произведение, которое нам удастся. Председатель Союза художников Карачаева Черкесии Магомед Гаджиев рассказал, что скульпторам пришлось работать в сложных погодных условиях. Буквально месяц Черкесск был во власти дождливой погоды. Но оценив извояние, гости выставки убедились, что настоящим мастерам не смогли помешать ливни и непогода. Несмотря на то, что авторы скульптур съехались в Черкесск из разных регионов бывшего Союза, во всех их работах присутствуют черты кавказских художественных ремесел, которые неразрывно были связаны с резьбой по камню. Скульпторы не только наладили культурные связи в творческой среде, воплотили свои творческие идеи, но и подарили жителям Черкеска произведения современного искусства, запечатленные в камне. Ребята сделали все, что могли, хотя и погода мешала, и времени было мало, потому что мы много времени занимались камнем. Но, слава Богу, как говорится, все на нашей стороне. И сегодня можно сказать, что первая международная бенналья в городе Черкесске в 2013 состоялась. Скульптура называется «Царевна-лебедь». То есть это по произведению взят фрагмент из произведения Пушкина, а Пушкин взял ее из фольклора. То есть это у славян царевна-лебедь, да, ну и сама лебедь-девушка, она про матерь народов славянских. Скульптуры располагаются вдоль северной части парка «Зеленый остров». В дальнейшем это место будет носить замечательное название – «Аллея дружбы народов». Вниманием не была обделена ни одна из скульптур, тем более, что авторы работ лично презентовали свои творения. Песня «Царевна-лебедь» Оксана Качкарова, Михаил Каракелян. Итоги недели.